Ларьки вне закона. К нам в редакцию обратилась группа предпринимателей. Их павильоны хотят снести в рамках благоустройства центра города. При этом никакой альтернативной площадки им не предоставляют. Трудности у бизнесменов возникают и с тем, чтобы вернуть свой павильон со специального полигона для незаконных сооружений. Подробности у Юлии Чепровой. 15 лет были законные, а теперь стали незаконные. Потому что у нас сейчас, по факту, на сегодня документов нет. Через пару месяцев эти люди лишатся бизнеса. Прошлым летом администрация города признала их павильоны незаконными. Заказывали проект, это все делали. Согласование у нас ушло года три. Все, занимались этим бизнесом. Сейчас получается, что мы выкинуты. Непонятно что, документы не продляют, как дальше быть, куда двигаться. По словам бизнесменов, сначала администрация сократила сроки аренды с предпринимателями. Потом стали возникать трудности с поставкой электричества. А этим летом пришло письмо от городских властей. До 1 июля убрать свои павильоны. А куда, куда, никуда. Пополним, да? И без того, большую армию безработных России. Еще на 50 человек. В администрации города рассказали, что эти магазины уберут уже в ближайшее время. Все это в рамках программы благоустройства центра города. Они, к сожалению, попали в ту ситуацию, что им не положено место. Так как там уже был сформирован план работы по капитальному ремонту участка улицы. Значит, в этом году, соответственно, нам пришлось им отказать в дальнейшем продлении срока размещения в схеме. Единственное, что им можно предложить, также поучаствовать в торгах. Этим летом в городе прошла массовая кампания по сносу незаконных ларьков. Всего с улиц Красноярска исчезли более тысячи павильонов. Это кладбище ларьков находится недалеко от города. За один месяц сюда привозят по 20, а то и по 30 павильонов. Только за последний год их численность увеличилась в два раза. Сейчас на этом полигоне находится около тысячи бесхозных объектов. В Союзе малого предпринимательства эту тенденцию объясняют тем, что владельцам невыгодно забирать ларьки с этой штрафстоянки. Во-первых, владельцу нужно компенсировать подрядчикам расходы за транспортировку и хранение контейнера. Затем восстановить имущество и найти место для будущего магазина. Но и это не все трудности. Администрация пытается ограничить способность предпринимателя в части того, чтобы предприниматель мог забрать свой объект. Тогда появляются судебные решения. Тогда предприниматель идет в суд, оспаривает, доказывает. У нас есть даже несколько примеров, когда предприниматель, у него забрали павильон. Мало того, что его забрали, на коне его еще разграбили и сломали. Поэтому большинство предпринимателей, которые лишились бизнеса в прошлом году, сейчас в поисках работы. В этом году городская администрация планирует снести еще более тысячи незаконных павильонов. Юлия Чупрова, Владимир Фетисов, 7 канал.